Так как мой последний выпуск о флипах вызвал бурю положительных в основном эмоций и массово обратной связи от вас, моих дорогих подписчиков, я решила по горячим следам записать еще одно видео на тему флипов и раскрыть эту тему чуть более подробно. Так какие основные ошибки совершают как опытные, так и начинающие флипперы в Калифорнии, как выглядят основные заблуждения, смотрите этот выпуск до конца, чтобы не наступать на те же самые грабли. Приветствую вас на своем канале о недвижимости в США, меня зовут Цыплана Юкин, я риэлтор в Лос-Анджелесе, а также в соседнем округе Оранж Каунти в Калифорнии. Первая ошибка, которую совершают практически все флипперы, особенно начинающие, это недооценивают сроки, а также продолжительность проекта. Обычно все закладывают 3-4 месяца от момента покупки до момента последующей ее продажи, но как часто это соответствует действительности? Практически никогда. Выглядит на самом деле таким образом, что вы покупаете дом и, как правило, только через 2-3 недели начинаете делать ремонт. Затем, в лучшем случае, ремонт у вас длится 2-3 месяца, скажем, 3 месяца. Итого у вас уже прошло в общей сложности 4. Затем мы в течение недели по-быстрому готовим сам дом к продаже, то есть делаем стейджинг, фотографии, маркетинг, выставляем дом на рынок. И, грубо говоря, к 4-4,5 месяца наш дом выставлен на рынок. В идеальном мире мы бы получили оффер на третий день, зашли в эскро и через 30 дней закрылись. Ну, как это выглядит на практике? То есть даже если мы на 14-й день с момента выставления дома на рынок после флипа зашли в эскро, уже готовы открывать шампанское, отмечать наш благополучный проект. На 14-й день самой сделки наш покупатель говорит, что не может покрыть разницу в апрейзл, или банк говорит, что не способен выдать ему кредит. И тогда нам приходится выставлять дом снова на рынок. Потенциальные покупатели начинают задумываться, что с домом не так. Обычно ищут причину именно в самом доме, а не в покупателе. И таким образом мы находим, скажем, покупателя еще через 2-3 недели. Тот закрывает сделку не через 30, а через 45 дней. В общей сложности весь проект нам обходится в 6 месяцев. Если вы будете делать флипы своими руками, то в год вы сможете осилить два таких проекта. Вторая распространенная ошибка, связанная как раз с первой, это недооцененный объем расходов на саму реновацию, а также так называемый holding costs, связанный с ней. Всем инвесторам, занимающимся флиппингом в Калифорнии, я все-таки рекомендую составлять бюджет таким образом, как будто вы нанимаете других людей для выполнения всего объема работы. Иначе вы никогда не сможете масштабировать свой бизнес, соответственно, выйти в плюс. По статистике из 10 флиппинг-проектов в 2-3 домах у вас все-таки вскроются в процессе реновации какие-то неприятные, неожиданные нюансы, которые принесут вам дополнительные затраты. Помимо расходов на саму реновацию, вам, естественно, нельзя забывать о коммунальных платежах, об обслуживании вашего кредита, а также, естественно, о налоге на недвижимость, о котором я забыла упомянуть в предыдущем видео. Этот налог составляет в Калифорнии в среднем 1% с четвертью от стоимости покупки в год. То есть при покупке домов в Калифорнии под флипп, скажем, за 2-3 миллиона, налог на недвижимость тоже будет существенно бить по вашему карману в виде дополнительных расходов, скажем, в размере 20-30-40 тысяч долларов. Дальше третье – заблуждение флипперов, как правило, начинающих. Это стремление превратить купленный дом в дом мечты. Сплошь и рядом я вижу инвесторов, которые стремятся сделать ремонт в проекте под флипп по высшему классу, на чем мы чаще всего погораем. Делая ремонт, вы должны сфокусироваться именно на тех основных частях дома, на которые будут производить наибольшее впечатление при первом осмотре на покупателя. Среди них, конечно же, я должна отметить ровные светлые стены, затем свежий, не скрипучий пол, обновленная или новая кухня. Кухня вообще является, можно сказать, сердцем или душой любого дома, поэтому кухне важно уделить максимальное внимание. Естественно, мастер или основная спальня должна быть в полном порядке, она должна быть светлой, ухоженной, там должны быть заменены окна, желательно, там должны быть высокие потолки. Ну и, конечно же, все санузлы в доме должны быть заменены, то есть все ванны и комнаты должны располагать новой сантехникой. При реновации дома вовсе не обязательно обрамлять камин мрамором или выкладывать ступеньки венецианской мозаикой. Конечно, если вы купили дом под флипп с крышей, которой уже 30 или 40 лет, я рекомендую все-таки заменить эту крышу, заложить на этот бюджет дополнительно. Естественно, это увеличит стоимость дома по сравнению с соседними домами и существенно увеличит привлекательность ее в глазах покупателей, которые будут более чувствовать себя уверенно в наши дождливые дни в Калифорнии, которых существенно прибавилось в последние 2-3 года. Также очень важно в процессе ремонта ориентироваться на так называемый comparable sales или на соседние продажи, так, чтобы вы не переборщили с ремонтом. Ну и, конечно, любой уважающий себя риэлтор подготовит для вас такой отчет, чтобы вам было на что ориентироваться в процессе реновации. Дальше следующий очень важный момент, о котором очень часто забывают флиперы, это внешний вид дома и ландшафтный дизайн. Как вы знаете, первое впечатление, к сожалению, невозможно произвести дважды, поэтому если внешний дом даже после шикарного ремонта снаружи выглядит как курятник, то мало у кого возникнет желание заглянуть в этот дом просто хотя бы ради интереса. Ну и по статистике, конечно, внешний вид дома является одним из решающих факторов при выборе дома покупателями, потому что многие хотят, чтобы их дом был как минимум, если не самым красивым на улице, но, по крайней мере, выглядел прилично. Также не забывайте, что мы находимся в Калифорнии, то есть у нас здесь круглый год все цветет и пахнет, цветы у нас цветут, наверное, полгода в году, поэтому, так как очень часто женщины именно при покупке принимают решения, то они обращают внимание как раз на всю эту цветочную историю в первую очередь, и достаточно недорого все это стоит, облагородить дом как снаружи, так и во дворе, поэтому я рекомендую уделить ландшафтному дизайну особое внимание. Отходя здесь немножко в сторону от темы флиппинга, если вы, например, занимаетесь строительством и строите дом в Лос-Анджелесе, то в самом начале, при закладывании фундамента дома, посадите наши фикусы, которые растут примерно на полтора метра в год в высоту, таким образом, чтобы к концу, к завершению строительства эти фикусы создали, естественно, живую изгородь, добавив приватности вашему будущему дому, который вы будете продавать. Также, если, скажем, во дворе есть какая-то беседка, где в дальнейшем покупатели будут сидеть, обедать или ужинать, так вот, посадите рядом с этой беседкой пару кустов бугенбилей, так, чтобы она постепенно за 3-4 месяца смогла обвить ее, и к моменту продажи ваш дом на картинках выглядел не хуже, чем в Architectural Digest. Дальше, следующая распространенная ошибка многих флиперов – это спекуляция на будущей стоимости продажи дома, или на так называемом ARV, то есть After Repair Value. Очень многие думают, вот я сделаю ремонт намного лучше, чем в соседнем доме, и он продастся там на 200-300 тысяч дорожек. Или наоборот, например, посмотрят на соседние продажи и решит, что он не продастся дороже, чем остальные. Но, к счастью, наверное, не все так просто, как кажется. Опытные риелторы чувствуют рынок на кончиках своих пальцев и смогут вам подсказать, какого именно дома, с каким дизайном, ремонтом не хватает в той или иной локации. То есть во многих районах есть покупатели, которые ждут конкретного дома, которые потенциально, выйдя на рынок, уйдет за несколько дней. Если у вас будет вот такой верный помощник, риелтор, который поможет вам с выбором конкретной локации, то больше вероятность не прогадать с выбором того или иного дома под флип. Еще один важный момент, на который не обращают многие флиперы внимания, это не делать разницы между домами, которые будут потенциально у вас ориентированы под так называемых first-time homebuyers и на тех, кто покупает дома уже не в первый раз. Простой, обычный самый ремонт вы можете делать только в тех домах, которые рассчитаны на покупателей своей первой недвижимости, то есть first-time homebuyers. Такие покупатели чаще всего заинтересованы только в том, чтобы банк им одобрил кредит, чтобы им хватило средств на закрытие сделки. Но и, как правило, после завершения сделки они не делают никакой ремонт в этом доме, потому что на это просто нет денег. И совсем другая история, это когда люди покупают дом свой уже не впервые, это уже не первая далеко, а может быть и не вторая покупка, и там уже совершенно другие критерии и пожелания. Причем в Калифорнии входной порог в зависимости от района у вас будет варьироваться от, скажем, доступных 600-700 тысяч долларов до уже не совсем доступных 3-5 миллионов долларов. То есть мы, например, не можем сравнивать дом, вот этот в Симивелле за 3 миллиона долларов с другим домом в Беверли-Хиллз тоже за 3 миллиона долларов, потому что покупатели этих домов будут совершенно разные, несмотря на то, что находятся эти два дома всего в 40 милях друг от друга, вроде бы это все часть Лос-Анджелеса. Но тем не менее, люди, которые будут покупать вот этот дом в Беверли-Хиллз за 3 миллиона, это будут, скорее всего, покупатели своей первой недвижимости, возможно, это будут дети своих родителей, которые выросли в Беверли-Хиллз и хотят остаться в этом районе, поэтому им будет важно только закрепиться в Беверли-Хиллз и чтобы ремонт был чистенько, чтобы было все аккуратненько. А те люди, которые уже покупают дом, скажем, в Симивелле за 3 миллиона, они уже хотят, чтобы там было все, чтобы там был ремонт уровня, скажем, 15-миллионного дома в Беверли-Хиллз. Поэтому, делая ремонт в таких домах под флейп в Лос-Анджелесе, вообще в Калифорнии, вы должны четко представлять себе, кто ваш будущий покупатель. Дальше следующий важный нюанс – это не замечать ошибок ваших контракторов или подрядчиков и не увольнять их в процессе того или иного проекта. То есть очень часто люди, занимающиеся флипами, нанимают, ну, понятно, не самого первого попавшегося подрядчика, они, конечно, взвешиваются за и против, но, скажем, второго или третьего, кто пришел на объект. Я же рекомендую собрать там 10-15 потенциальных контракторов или подрядчиков у себя на объекте в разное время, естественно, затем собрать от них всех вот эти биды, займет у вас буквально 2-3 дня. И выбрать того, кто, по вашему мнению, даст наибольшее соотношение цены-качества. Ну и даже в процессе самого флипа, то есть в момент реновации может оказаться, что тот, кто дал вам, скажем, наилучшую цену или наилучшие условия, может задерживать сроки какие-то, опаздывать где-то, обманывать вас по мелочи. Поэтому если вы сомневаетесь в том, что вот этот подрядчик выполняет все ваши условия, никогда не поздно его уволить даже в процессе самого проекта. Понятно, что у вас с ним контракт есть, но у вас есть свои сроки, дедлайны, о которых вы обязаны не забывать, чтобы ваш проект остался прибыльным. Еще одна из самых распространенных ошибок начинающих флиперов – это выбирать самые дешевые дома в ужасных локациях. Как вы знаете, при выборе дома даже под флип расположение имеет предвостепенное значение. Очень часто я вижу, как такие дома после ремонта, после флипа, висят на рынке месяцами, так и не дождавшись своих покупателей. Когда я говорю плохое расположение, я имею в виду близость различного вида заводов, нефтерерабатывающих, гидроэлектростанций, кладбища, крупных транспортных развязок, то есть, скажем, перекресток 5-го и 405-го хайвея, когда дом находится буквально в двух кварталах от шоссе. Далее, если дом находится в непосредственной близости от кладбища или, скажем, от начальной даже школы, потому что с понедельника по пятницу вам не будет, конечно, покоя. Хорошее расположение можно найти в любом районе, даже не в самом респектабельном, даже в том же Ингалуде или Комптоне. То есть важно, чтобы дом был в достаточной близости к инфраструктуре города, то есть максимум 10-15 минут до ближайших продуктовых магазинов, чтобы дом был не на проезжей части, не на загруженной улице, а на какой-то желательно тупиковой, там, где все свои. Наконец, завершая свой выпуск, я должна отметить самый важный нюанс, о котором забывают большинство флиперов, особенно начинающих, это не думать на перспективу. То есть большинство флиперов думает, как правило, максимум на 6-8 месяцев, на год вперед. Но на самом деле рынок недвижимости настолько мобильный, настолько живой, везде, включая Калифорнию, что вы можете попасть на этот спад рынка, не располагая дополнительными средствами и не имея плана «Б». В качестве яркого примера я хотела привести момент полтора года назад, когда у нас после рекордно низких ставок по ипотеке внезапно остановилось падение и начался резкий рост их. То есть буквально за 4 месяца ставки по ипотеке выросли с 2,95% до 5,5%. Это было у нас холодное лето, 22-го, по-моему, года. Вот те флиперы, которые планировали продавать тем летом, они, конечно, скорее всего, потерпели убытки. Если вы планируете на перспективу, на 2, 3, 5 лет вперед, то всегда у вас будет на подстраховку вот такой план «Б» или даже «С». Это даже не риски, а, я бы сказала, обычная стратегия риск-менеджмент, при которой вы учитываете все возможные варианты исхода событий. И на этом пока что все. Я буду ждать от вас ниже в комментариях обратной связи. И те из вас, у кого есть вопросы по поводу приобретения недвижимости в Калифорнии или продажи, я с удовольствием вам помогу. Так что увидимся с вами совсем скоро в Лос-Анджелесе, в Калифорнии, в США. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok